Всем привет! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multorocket.ru В этом уроке мы с вами создадим вот такой вот эффект слежения факела за персонажем в программе Anime Studio Pro То есть представьте, что на эту кость мы посадили рисунок факела И вообще всю эту конструкцию сделали факелом И когда персонаж идет, то есть кость в данном случае движется То след сгорания, он следует за персонажем То есть от персонажа потихонечку сгорает и такой след остается сгоранием Все это мы сегодня с вами создадим в Anime Studio Pro Готовые настроенные файлы вы как всегда можете скачать из раздела форума Переходите на форум, в раздел готовые сцены и эффекты Спускаетесь, подайте в самый низ И вот эти эффекты будут уже представлены, когда вы увидите эту презентацию Хорошо, все это работа с частицами и подробные уроки на тему частиц Я предоставлю в описании к данному уроку А у нас их было немало Например, это урок о загорании персонажа Это урок по анимации бурления воды Все это частицы и подробные уроки я дам Но сегодня я вкратце расскажу, как все это дело создается Итак, давайте перейдем в Anime Studio Pro И вот такой эффект у нас есть На рендере вы видели, как все это выглядит Давайте создадим с вами быстренько вот такую похожую сценку Файл новый проект По умолчанию у нас создался векторный слой И давайте на нем создадим какой-нибудь кружок Создали кружок и теперь из него программа сгенерирует разный объект Давайте создадим еще один маленький кружок и вот такой вот побольше Хорошо, все это мы создали И теперь создаем слой с частицами Вот он Так промахнулся, пока заговорился Итак, частицы Перетаскиваем этот слой в частицы Отлично, перетащили и теперь, смотрите, нажимаем на частицы Мы уже видим, что программа нам что-то сгенерировала То есть запустив анимацию, нажав клавишу пробел Мы уже видим какой-то хаос Ну да, сейчас мы все это дело с вами настроим Подробнее, естественно, рассказано в подробных уроках Итак, смотрите, для тех, кто работает в более старших версиях программ Два раза нажимаете на слой с частицами И есть настройки для них Через них мы будем все это дело настраивать Я сделаю немножко по-другому Я встал на слой с частицами Экран у меня маленький, я хочу, чтобы вы все видели Поэтому я скрою слои И скрою стили Чтобы их за мной вернуть, опять на них же здесь нажмите Отлично, все это дело перенесу вот сюда Вот сюда в угол Чтобы просто видеть Теперь я запущу анимацию Вот так Через пробел И здесь через менюшку зайду в свой состав частиц Тем самым я их и буду видеть Вот смотрите, в режиме реального времени могу их прям направлять Итак, первым делом убираем отсюда Темп и частицы двигаются в том направлении, в котором мы их указали Так, давайте здесь поставим направление движения вверх А здесь вниз Отлично Теперь, сколько частиц у нас вообще есть на сцене Ну, давайте 20 сделаем То есть здесь все по тому, сколько вам нужно То есть сколько по заданию требуется Настройте нужное количество частиц себе сами Это зависит от того, сколько вы их на слое нарисовали Видите, программа как бы пачками Вот выкидывает то, что мы ей нарисовали рандомно Поэтому чем рандомнее вы там нарисуете, тем рандомнее это все дело будет Лучше даже, конечно, отдельно один слой, отдельно другой слой Тогда она их еще и сама раскидает Но все это вы знаете в подробных уроках Ну, давайте десяточку вот так и поставим Вроде нормально Отлично Время жизни частиц Они слишком далеко улетают Поэтому давайте сделаем поменьше Чтобы умирали Ну, вот Чтобы умирали где-нибудь Ну, в видимой нашей области, да Чтобы уж не совсем далеко Конечно, все зависит от ситуации 14, 16 Ну, вот такой Я думаю, что 14 остановится на этом Здесь эти значения не трогаем Здесь оставляем по умолчанию Эти настройки нас устраивают И распыление Распыление это насколько все это дело будет Разбрасываться налево, либо направо Давайте 50 поставим Ну, вот Много для данного вида, поэтому 40 Так, 30, что у нас получается Вот такое вот идет распыление Отлично Эти настройки мы оставим без изменений И я думаю, что примерно вот такой факел Меня уже вроде устраивает Ну, можно даже 20 поставить Вот так вот Да, все отлично Теперь Я нажимаю на таймлайне Останавливаю анимацию опять же через клавишу пробел И возвращаю себе две эти менюшки Чтобы продолжить работать Все отлично Частицы у нас сделаны Более подробный урок по частицам Как я сказал уже в описании к ролику Скрываем все это дело И создаем Создаем групповой слой А групповой слой нужен для того Что, смотрите, здесь лежит слой с частицами А ниже мы слоем Расположим, нарисуем еще наш факел Поэтому все это просто Берите в групповой слой И назовите все это целиком Факел Вот так вот Все рисунки и другие слои будут вложены в нем Отлично Факел готов И теперь время создавать костяной слой Создаем костяной слой Помещаем все это дело в костяной слой И теперь можно прокладывать на стороне кости Отлично Стоим на костяном слое И вот так вот прокладываем где-то кости Ну, там где мы нарисовали факел То откуда вылетают частицы Это вы уже сами посмотрите Ну, там все это дело Зачем нужно еще в групповом слое А потому что внутри нужно нарисовать маску Потому что видите, частицы Вот если я сейчас это еще раз запущу Немножко рандомно, да, вылетает А у нас же факел Вот грубо говоря, как и кость Имеет некоторые границы Поэтому внутри еще нужно нарисовать маску Маску, которая окружает ровно этот факел Что? Вне маски Например, ну вот так вот можно маску обрисовать То есть либо вычитающий, либо добавляющий В общем, вне факела Эти искры появляться не должны В этом идее Но подробнее, опять же В подробных уроках Это все рассказано Когда мы их ограничивали маской Итак, отлично Мы создали костяной слой Создали кость И время привязать эти частицы Переходим в нулевой кадр Выбираем эту кость Встаем на нее Вот можно выбрать инструмент Выбрать шейп А даже не так Встаем на слой с факелом Выбираем инструмент Из инструментов костей Это привязка Принудительная привязка слоя кости Нажимаем на кость Все, готово Больше нам ничего делать не надо Теперь переходим в первый кадр Выбираем перемещение кости У вас это универсальный инструмент Он выглядит таким образом Вам нужно хвататься вот за эту точку А у меня это индивидуальный инструмент Я могу хвататься куда угодно Подробнее, как работать с вашими инструментами Либо заменить на мои В описании к каждому уроку Ссылка на этот урок дана Итак, смотрите Казалось бы, я сейчас куда-то перейду Сдвину кости Ничего не произойдет Это все иллюзия Я удалю ключи На самом деле Ну, сейчас удалю Просмотрим Это дело На самом деле Программа просто долгая Это все соображает Поэтому получается Вот такая вот штука Давайте теперь создадим анимацию То есть я заведомо Двигаю куда-то кости Мы должны понимать Что просто перезагрузив Вот так вот подвигов Уже программа Видите, какой шлейф оставляет Ну, вот так вот работают У нас частицы То есть их можно настроить Если время жизни Теперь нам оказалось Слишком большим Мы уже можем перейти на частицы Ну, давайте сначала сделаем анимацию Потом уберем время жизни Итак, теперь факел Сдвигаем вниз По какой-то причине Теперь факел вылетает сюда Так вот очень быстро Давайте даже сделаем Чтобы он побыстрее летал Здесь он немножко постоит на месте Ctrl-C, Ctrl-V Продублируем эти ключи Пока это движение у нас было вот такое Постоял немножко И, например, резко двьемся вот сюда Вот так вот Ну, либо не резко двьемся Давайте вот так вот еще немножко Подвигаем ползунком Чтобы частицы перезагрузились И посмотрим на то, как работает Ну, обратите внимание То есть таким эффектом Можно создавать не только Факел Но, например, ваша рыбка плывет И от рыбки Вот такие пузырьки Выходят, да? В воздухе То есть Это триктое исследование Вашей рыбки А частицы у нас По распределению Которые мы с вами указали В настроеке частиц Летят наверх Вот и все То есть Применять этот эффект Там, где вам надо Либо к рыбкам Либо к факелам Либо к чему-то Что испускает частица А вот таким образом Они начинают следовать Потому что Как вы знаете Частицы нельзя сказать Что ты здесь Ты здесь Ты здесь Они настраиваются в нулевом кадре И живут сами с нулевого кадра Поэтому Вот если они, например На этом участке стоят Вот они здесь и стоят Вот если она вылетела Она уже здесь всегда и будет Поэтому там, где она вылетела Там она осталась Поэтому получается шлейф Они никак не двигаются за костью То есть За костью двигается лишь центр Создания частиц То есть То, откуда она не генерируется Когда она появилась на сцене Тогда она В том месте Она уже навсегда и останется Вот и все Вот это ключевая особенность Работы Аниме Студио Про В чем ее удобство Ну что ж Надеюсь, этот урок для вас Был полезный Подробные уроки В описании к этому уроку С вами был Александр Птичкин И до встречи в новых уроках Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok